Брак обычно определяют как союз между двумя личностями, которые любят и заботятся друг о друге. Но есть и люди, чье понятие о браке отличается от традиционного. Далее вы увидите примеры самых странных браков. Магали Джаскивикс В ноябре 2008 года, за два дня до свадьбы, Джонатан Джордж разбился на мотоцикле. Его 32-летняя невеста, Магали Джаскивикс, была морально разбита, когда услышала эту новость. Но все равно была твердо убеждена, что они должны быть официально женаты. Она немного знала гражданский кодекс Франции и нашла информацию, что брак разрешено заключать даже после смерти партнера. В итоге свадьба состоялась, а невеста даже надела свадебное платье. Они жили вместе с 2004 года, и у них был общий счет в банке. Поэтому правительство и разрешило заключить брак. В Министерство Франции теперь ежегодно поступает около 10 запросов с похожими случаями. Бимбала Дес Бимбала Дес выросла в деревушке в округе Арисакхурда, где она подружилась с коброй, живущей на холмах рядом с домом. Девушка ежедневно оставляла для змеи молоко, а та выползала из норы, чтобы полакомиться. В 2006 году, когда ей было 30 лет, Бимбала решила, что хочет провести духовную церемонию заключения брака со змеей, так как чувствовала сильную привязанность к рептилии. Местные жители решили, что данный союз – хороший знак, и он принесет удачу их деревне, поэтому начали подготовку к празднику. Две тысячи людей посетили индусскую церемонию, где Дес, одетая в шелковое саре, сидела рядом с фигурой кобры из латуни. Священники долго пели мантры для того, чтобы завершить ритуал и начать празднование. Барбарелла Бакнер Когда 40-летняя Барбарелла Бакнер пережила очередное тяжелое расставание, она решила, что с мужчинами в ее жизни покончено. Бакнер нашла две родственные души, хотя и мужского пола, но не мужчин. Ее два кота, братья Спайдер и Лугоси, были с ней на протяжении 16 лет. Она была убеждена, что они – любовь всей ее жизни, и даже заключила с ними брак в 2004 году. Церемония проходила онлайн. Несмотря на то, что их брак официально не подтверждается, духовно женщины и коты очень близки. Они живут вместе на Лансароте, самом восточном из Канарских островов. Аарон Шервенек В Лас-Вегасе, как известно, нет дефицита свадебных церемоний. Поэтому неудивительно, что 34-летний Аарон Шервенек тоже заключил союз в этом городе. Но странно одно – невестой был его айфон. Дело было в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Его черный телефон был в белом чехле, и Шервенек сказал «Я согласен». Несмотря на то, что брак не подтвержден законом, Шервенек сказал, что все это было нацелено на то, чтобы показать, насколько общество зависит от гаджетов. Он заявил, что это самые долгие отношения, в которых он когда-либо состоял, и что всегда обращается к своему айфону, чтобы успокоиться и развлечься. Так что, похоже, в этом есть смысл. Эверард Каньен Так как Эверард долгое время не мог найти спутницу жизни, мужчина выбрал искусственную женщину. Каньен, который всегда питал любовь к манекенам в витринах, приобрел себе несколько реалистичных полноразмерных кукол. Первую, Ребекку, он купил в 2000 году. Каждая кукла стоит около 6700 долларов, не считая аксессуаров и одежды. Хоть Каньен и признает, что куклы не сравнятся с реальными женщинами, его потребности вполне удовлетворены. В 2008 году он женился на своей любимой кукле Каролине, но позже заключил брак еще с одной из них. Мелания Бросквит Защитница прав животных и адвокат изданий Мелания нашла зацепку в законах ее страны, которая позволяла ей заниматься зоофилией. Бросквит решила, что это позволит заключить брак между ней и ее четырехлетним жеребцом. Она заявила, что они стали жертвами видовизма, схожим с сексизмом или расизмом, и обратилась с этим в суд. Датскому правительству не оставалось ничего, кроме как официально узаконить их отношения.